Начнем с официальной информации. Итоги работы за 2017 год озвучил на заседании Совета депутатов глава округа Владимир Ружицкий. Строительство детских садов, вопросы ремонта и благоустройства. Результаты по этим направлениям глава особо отметил в своем докладе. Кроме того, поставлены задачи и на 2018. Мария Кузьмичева следила за ходом обсуждений. Главным вопросом на повестке дня стал отчет о проделанной работе главы городского округа Владимира Ружицкого. В своем выступлении он подчеркнул, что в 2017 году были построены детские сады на 1100 мест и благоустроены порядка 70 дворов. Также в Люберцах отремонтировали 125 многоквартирных домов, 1300 подъездов, 25 дорог, 68 учреждений образования и 6 объектов здравоохранения. Могу только вам напомнить, что объем консолидированного бюджета у нас вырос на 17%. Средняя заработная плата у нас по городскому округу выросла на 16% и составила 58 тысяч рублей. В том числе выполнены все плановые показатели по росту заработной платы бюджетников. Владимир Ружицкий добавил, что на 2018 год поставлена задача отремонтировать 38 дорог, продолжить капитальный ремонт домов, а также обустроить не менее 4000 парковочных мест. Все депутаты единогласно утвердили отчет главы о проделанной в 2017 году работе. Также на заседании обсудили вопросы, связанные с использованием бюджета округа и поселка, входящих в его состав. Кредиторская задолженность по состоянию на конец 2017 года у бюджета отсутствует, ценные бумаги не упускались, кредиты не привлекались, гарантийные обязательства не выдавались. И таким образом любые долговые обязательства у района на 1 января 2018 года отсутствуют. Кроме того, на заседании Совета депутатов обсудили порядок установки ограждений на территории округа. Ограждения с соседних участков, индивидуальных жилых и частных домовладений, выходящих на одну сторону центральных дорог, магистрали и влияющих на формирование облика улицы должны быть выдержаны в едином стилистическом решении, единой цветовой гамме, схожей по типу, высоте и форме. Также Александр Маркин доложил и о мерах наказания за размещение временных нестационарных объектов на территории городского округа Люберцы. Он отметил, что кроме штрафов, виновный в несанкционированной вырубке должен будет посадить такое же дерево. Мария Кузьмичева, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.